Добрый день! Вадим, Тверская делегация большая вообще была? Тверская делегация состояла из четырех человек. Председатель Тверской городской думы Евгений Евгеньевич Пичуев, он подписывал соглашение о дружбе между нашими городами. Два предпринимателя, представитель завода «Русский рпич» и представитель завода «Волжский пекарь». Ну и я как представитель общественной палаты города Твери. А немало ли народ с собой взяли? Ведь у нас предприятий много в Родина. Или тверские предприниматели не выразили большого заинтересованности? Не было задачи сформировать прямо экономическую делегацию. Хотя я согласен с вами в этом контексте, можно было предложить коллегам посетить Белоруссию в более расширенном составе. Потому что то, что было представлено на выставке и на информации, которая звучала на международном экономическом форуме Аршанском, она была бы нашим предпринимателям интересна. Но мы привезли достаточно большое количество материалов. И я думаю, что через вашу программу, через торгово-промышленную палату, через общественное объединение наших предпринимателей мы информацию эту донесем. И если будет обратная связь, то коллеги в формате и в рамках Дня города, который у них будет проходить в конце июня, в начале июля этого года, они приглашали представителей наших предпринимательских кругов посетить Оршу. И уже конкретно по направлениям, по отраслям пообщаться с руководителями производства и посмотреть, какие варианты сотрудничества есть сегодня между нашими представителями бизнеса. Какие впечатления, Орш? Позитивные. Конечно, все немного с улыбкой воспринимается, потому что это реально такое некое возвращение в советскую конструкцию. А что там советского? Кроме названия, что там есть райисполком. По факту, что это есть или только название? Нет, но уже это достаточно для того, чтобы вызвать улыбку. Есть председатель райисполкома, есть заместитель председателя райисполкома. Есть истории, которые были в Советском Союзе с позитивной точки зрения, на мой взгляд. Например, та же самая тема с жильем, которая представляет государство в качестве арендного жилья молодым специалистам или специалистам, которые приезжают из другого региона или заканчивают обучение по распределению. Тоже к вопросу. Да. Попадают на те или иные предприятия, которые есть в Орше. Будь то районная больница, будь то заводы, предприятия или какие-то социально-культурные центры. Человек получает фактически сразу квартиру, то есть первое время он может жить в общежитии, но общежития очень приличные, и это 100%. Вот ты попал в Оршу по распределению, и это не значит, что тебе надо будет искать квартиру, где-то снимать. То есть это бытовая проблема, вообще она как бы уходит на второй план. Фактически ты можешь потом эту квартиру приватизировать через какое-то время, отработав на предприятии, и, собственно, там жить уже в собственном жилье. Мне кажется, кстати, что вот этот момент как раз нашим чиновникам, нашим органам власти следует сейчас уже хорошенько изучить. Ведь уже который год поднимаются разговоры о том, что надо вернуть распределение, по крайней мере, в частности, в медицинских вузах. И я думаю, это вернут. Мне кажется, что серьезные люди говорят, и тогда сразу согласитесь, у выпускника мед. нашего университета, сразу будет или нашего колледжа, вопрос, хорошо, вы меня отправляете по распределению, смогу говорить в Сигонск. А жилье? Вы мне дадите, раз вы меня отправляете. Роман, мотивация, в том числе и с жильем, это, конечно, и заработные платы, это очень серьезная история. Соглашусь с вами, что вопрос с распределением, он неоднозначно сегодня закрывается, но сегодня очень активно смотрят власти на так называемый целевой набор. Ну, соответственно, в белорусах вот уже опыт перенимать, что ведь мало отправить человека, нужно ему что-то и дать там, в глубинку, куда ты его отправляешь. И ему надо дать возможность работать на современном предприятии, дать возможность получать приличную заработную плату, если ему не хватает подработать, даже дать возможность, плюс, конечно же, жилье. Это ситуация, которую все прекрасно понимают, что жилье, там, не одно поколение советских и постсоветских людей испортило или стало большой проблемой. Но, например, обсуждали вопрос этот с коллегой, который руководит районной больницей, он сказал, что у нас 100% младшего персонала медицинского, среднего, врачей и руководителей отделений обеспечено жильем. Вот это классный результат, вот это позитив. И поэтому, собственно, больница там выглядит не как районная больница, а как больница хорошего областного центра. Это потому что Оршерайд-центр, по факту. Это не область, нет Оршинской области, они в Витебской области. Да, но к ним в эту больницу едут, в том числе, из Витебска и близлежащих районных центров. Она, собственно, как такой опорный пункт здравоохранения была построена, в том числе. На Оршу, которая там, ну, порядка 100 тысяч населения. Что там 115, что-то такое, 113. Ну, это, опять же, с районами, да? У них также есть реформа государственного управления, и Оршу объединили с районом, чтобы, в том числе, и на аппарате там сэкономить. Конечно. Так вот, у них в Орше там три подстанции скорой помощи, и там очень минимальное время по доезду бригады до больного. Причем из всех трех направлений они логистически там регулируют, кто куда поедет. Какая продукция Оршуевских предприятий нам была бы интересна? Предприятия, которые представили вот на этом экономическом форуме, на этой экономической выставке, ярмарке, как они ее называют, продукции было очень достаточно большое количество. Но мы все традиционно представляем Беларусь как сельскохозяйственную страну, как аграрную страну, производители там мяса, молока и тому подобных вещей. Так вот, для меня самого эта картинка поменялась. Собственно, конечно, там есть мясо и молоко, там есть классный сыр и продукты глубокой переработки. Похожие в чем-то даже на итальянские деликатесы, о которых они очень активно там срисовывают картинку. Но это, как оказалось, и продукция высокотехнологичных предприятий. Кроме того, что они организовали у себя зону свободного экономического развития с минимальными налоговыми нагрузками и с возможностью вывоза своей продукции за рубеж железнодорожным, авиационным, автомобильным транспортом из этой свободноэкономической зоны, они достаточно активно все это время занимались созданием совместных предприятий. Есть совместные предприятия с немцами, с поляками, с итальянцами. На них как-то санкции отразились сейчас? Ну, безусловно, санкции отразились не конкретно на каждых предприятиях, а в принципе на стране. Но, тем не менее, предприятия работают. Предприятия производят продукцию, производят те товары, которые, собственно, изначально они производили. Очень большое количество этой продукции внутри белорусского пользования. Часть продукции отправляется на Россию, часть продукции до сих пор отправляется в страны Северной Европы, в страны Западной Европы в том числе. Будем надеяться, что и к нам в Тверскую область теперь будет после вот этого визита больше. Насталось буквально больше минуты. Скажите, Вадим, последний вопрос. Когда можно ожидать визит белорусской делегации к нам? Они готовы приехать по праздничному поводу на День города, чему будут очень рады, как они сказали, для того, чтобы общаться и закрепить подписанный нами договор о дружбе. И готовы приехать точно так же с экономической делегацией, если мы такую экономическую базу, безусловно, подготовим. Базу для коммуникации с ними, представить наши предприятия, наши экономические возможности, для того, чтобы уже предметно можно обсудить, чем мы можем быть друг другу полезны. Кроме традиционных, культурных и социальных аспектов, которые мы готовы в любое время обсуждать. Ну что ж, спасибо, была программа «Тема дня». Мы сегодня говорили о таком замечательном, как выясняется, в городе Орш, вроде бы райцентр в Белоруссии. На самом деле, как вот говорил гость программы, Вадим Рыбачок, очень, что называется, продвинутый город. И во многих аспектах нам есть, чему у них поучиться. Ну что ж, будем надеяться, что тогда действительно диалог между нашим городом, белорусским этим городом Оршием будет интенсифицироваться в ближайшее время. Тем более санкции. И мы должны друг за друга держаться. Мы вместе. Да, друзей, поскольку у нас больше нет. Ну что ж, была программа «Тема дня» «Комментарии». До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»